МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рассказывает, равняется на олимпийского чемпиона Александра Большунова и идет к своему первому золоту – значку ГТО высшей пробы. Мне кажется, это очень престижно иметь золотой значок. Ты показываешь, что ты спортивный, и любишь спорт, и продвигаешь его. На значок высшей пробы претендует и 10-летний Никита Безлепко за плечами 4 года упорных тренировок на лыжах. Мне кажется, это престижно, можно и похвастаться в каком-то мере. То, что у тебя есть золотой значок. В известном детском стихотворении Маршака рассказ о неизвестном герое. Знак ГТО на груди у него – почти единственная примета 20-летнего спасателя. Ирония в том, что в советское время значкистов было больше половины всего населения Союза. В современной России комплекс ГТО успешно возродили в 2014 году. Сейчас мы, конечно, продолжаем эти все традиции. Сегодня у нас сдают два отделения. Ну, часть двух отделений – лыжное отделение, лыжные гонки и биатлон. Через две недели у нас будут сдавать граналыжники. И буквально там полдели-три назад сдавали хоккеисты. Результаты спортсменов с нормативами ГТО сверят специальная комиссия. Те, кто в них уложился, получат бронзовые и серебряные значки и удостоверения. Обладатели золотых будут честовать в Министерстве спорта Российской Федерации. Олег Тюрин, Бюльфер, Дембковский. Новости. Химки ТВ.